Доброе утро, братья и сестры! У нас время для Божьего Слова. Я хотел бы начать сегодняшнюю проповедь с одного текста, который мы вместе прочитаем. Это книга «Бытие», 45 глава, 4 стиха. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли, он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле остается еще пять лет, в которые ни пахать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Слава Господу! Вы знаете, друзья, Бог, когда Он нас спас, когда Он нас нашел и призвал нас в Свою церковь, Я верю и знаю, и я говорю это так же и к себе, потому что я сам прохожу через эти моменты жизни. Я верю, что Бог нас призвал в Свою церковь не только для того, чтобы простить нас, не только для того, чтобы изменить нашу жизнь, наладить нашу жизнь, что-то исправить, не только для того, чтобы мы были счастливы, не только для того, чтобы мы попали на небо, хотя это и есть основное, наверное, попасть на небо в жизни христианина. Но, тем не менее, мы продолжаем жить на земле, мы живем здесь. Если бы Бог не хотел, чтобы мы здесь жили, мы бы не жили, но мы живем, мы продолжаем. И я верю в то, что Бог каждого человека, которого Он спасает, Каждого человека, которого Он призывает в Свою церковь, Он еще и призывает к определенному событию, Он призывает к определенному делу. Мы должны что-то совершить в этой жизни. У Господа на каждого из нас есть определенная миссия. Не думай, что ты просто так живешь. Вот я живу с Господом, ну, я Богу служу, работаю, устрояю свою жизнь с Богом. Не только для этого Бог тебя спас, но у Него есть для тебя дело, у Него есть для тебя миссия и события, которые ты должен увидеть и войти. И сегодня на примере Иосифа я хочу показать вам вот эту цепь событий, к которой он пришел. Вот представьте себе картину. Молодой парень, он рос в хорошей семье, очень хорошая семья. Мама, папа, многодетная семья, братья. Отец, Библия говорит, очень сильно любил Иосифа, очень сильно. Он даже выделял среди всех братьев его. Он шил ему разноцветный халат. Этот молодой парень, наверное, переживал огромную любовь со стороны своих родителей. Но тем не менее мы видим, что в жизни Иосифа приходят такие события, которые, ну, не пожелаешь никому. Бог призывал Иосифа еще с детства. Он показывал ему сны. Было два сна. И эти сны, они говорили о том, что братья поклонятся ему. И потом отец и мать поклонятся. Никто не верил в это. Никто не мог понять, как такое может быть. Когда мы читаем историю об Иосифе, действительно, можно поразиться и даже в некоторых моментах ужаснуться, как такое Бог мог допустить. Почему это произошло с ним? В один из дней зависть братьев привела к тому, что братья решили убить его. И они замышляли это убийство. Писание говорит, что братья пасли скот, пасли овец. И отец, он сказал Иосифу, он говорит, слушай, сынок, пойди навести братьев, узнай, как они там живут. И он пошел. И идя по дороге, он заблудился. И Библия говорит, вы можете об этом читать, книги Бытие, 35, 36, 37 глава. Когда он заблудился, ему встретился некто, неизвестный человек, там так написано. И Иосиф спросил у него, вы не видели здесь, может быть, вы встречали моих братьев, я ищу их. И этот человек показывает, он говорит, да, я видел, я слышал, они пошли в такое, в такое место. И Иосиф находит своих братьев, он приходит к ним с радостью, но он даже не подозревает, что по зависти братья решили убить его. Чудом, через вмешательство Рувима и Иуды, он остается жить. Они вмешиваются и говорят, слушай, зачем нам убивать нашего брата, какая нам от этого польза, давайте мы лучше продадим его в рабство. В это время они поймали его, бросили его в ров, и в это время мимо путешествовали арабские купцы. Об этом написано в 37 главе, 25, 28 стихе, 37 глава. Мимо проходили арабские купцы, они путешествовали, и братья говорят, слушай, вон купцы, давай, мы продадим его, зачем нам убивать. И они сняли с него этот разноцветный халат, измазали овечьей кровью и продали его в рабство. И вот этот 17-летний парень, переживший такое жестокое предательство от своих братьев, закованный в кандалы, как раб, отправляется в Египет. И там в Египте его продают на рынке. И тоже удивительно, на него обратил внимание некий Патифар, это был управляющий в доме фараона. Ему как раз нужен был человек, который бы управлял или наводил порядок в его доме. И он увидел Иосифа, этого молодого парня, красивого, грамотного, и он покупает его. И так Иосиф становится управляющим в доме царедворца Патифара. Библия говорит, что Бог был с ним, он имел успех, и даже Патифар заметил это. Писание говорит, что Бог благословил дом Патифара ради Иосифа. Вы знаете, что меня поражает в этом человеке? И несмотря на то, что ты проходишь через вот такие испытания, трудности в жизни, ты остаешься верным Богу. Столько вопросов, Господи, почему ты это допустил со мной? Почему меня предали собственные братья? Почему отец ничего не смог решить? Почему я здесь, на этом рынке, в этих кандалах? Почему меня купили как вола? Господи, я же люблю тебя, я же доверяю тебе. И все вроде бы начало налаживаться. Но у Патифара была жена, развратная женщина. Она пытается соблазнить Иосифа. И однажды ее муж отправляется куда-то в дальнюю дорогу. И она хватает Иосифа. Иосиф оставляет одежду порванную, и он убегает. Он говорит, я не могу это сделать. Не могу даже не потому, что у тебя есть муж, потому что я хожу пред Богом. Я не могу нарушить Божье повеление. Я не могу сделать это. И эта женщина, находящаяся в таком положении, опозоренном положении, она по приезду мужа клевещет на Иосифа. Она говорит, он хотел меня изнасиловать. И Патифар в ярости отдает Иосифа в темницу. Без определенного срока. Без всякого суда. Просто представьте эту картину. Вы в тюрьме, и у вас нет срока. Вы не знаете, когда вы выйдете. Библия говорит нам очень четко и ясно, что Иосиф, находясь в тюрьме, переживал Бога. Там так и сказано, и Бог был с ним. Друзья мои, когда мы верны Господу, когда мы следуем за Богом, Бог будет с нами. Он не оставит нас, не бросит, не покинет. Даже если мы чего-то не понимаем, какие-то события, что-то происходит в нашей жизни, непонятное для нас. Бог не оставит нас, если мы верны Ему. И вот Иосиф сидит в тюрьме долгие годы, около 13 лет. Вы знаете, события разворачиваются очень интересно. После этой порочной жены, после клеветы, он попадает, несправедливого решения Патифара, он оказывается в тюрьме. И вот там, в тюрьме, он встречает двух людей, которые непосредственно служили при дворе фараона. главный виночерпий и главный хлебодар. То есть, это были люди, которые подносили хлеб и вино самому фараону. Там, в тюрьме, вдруг он встречает людей, которые приближенные к фараону. И более того, начальник тюрьмы, он ставит его смотрящим, он ставит его в положение слуги этим людям. И он начинает служить людям, которые видели лицо фараона. Далее проходят тоже интересные события. Этим тюремным хлебодару и виночерпию снятся сны, и Иосиф их истолковывает, и сны сбываются. Виночерпий и хлебодар оставляют темницу, их освобождают. Один из них был казнен, а второй пришел пред лицо фараона и продолжал служить фараону. Иосиф просил, говорил ему, знаешь, когда ты предстанешь пред фараоном, скажи, расскажи ему мою историю, расскажи ему, что я здесь оказался в этой темнице, несправедливо, скажи ему. Но мы читаем в Библии, в виночерпий забыл об этом. Просто забыл. И знаешь, казалось бы, у тебя появилась надежда, последняя надежда выбраться из этой ловушки, а про тебя просто забыли. И ты опять остался на неопределенное время, и вот уже год прошел, и второй год. Но Библия, она показывает нам удивительную историю. В то время фараону снится сон, и он не понимает значения этого сна. И все его тайновецы, и все сновидцы, и все мудрецы, они не могут рассказать значение сна. И тут виночерпий вспоминает, и он приходит к фараону и говорит, фараон, я вижу, ты мучаешься, но знаешь, когда мы сидели в тюрьме, там был один один молодой человек, и он предсказал нам, он открыл нам тайну снов, которые нам снились, и они все сбылись. И фараон говорит, приведите его ко мне. Писание описывает нам, как пришел Иосиф пред лицо фараона. Его помыли, очистили, побрили, намазали разными маслами. Пред лицо фараона нельзя было приходить вот в такой в обычной одежде. На него одели хорошие одежды, и он вышел на свободу, он пришел в присутствие фараона. Вы понимаете, вот я описываю вам историю, это жизнь человека, это его путь. Он стоит перед фараоном, склонивший голову, фараон рассказывает ему свой сон, и Иосиф открывает ему тайну, он говорит ему, знаешь, твой сон очень важный. Ожидается семь лет страшного голода. Но перед голодом будет семь лет хорошего урожая, и тебе нужно найти человека, чтобы вот эти семь лет голода люди не умерли, тебе нужно в эти года процветания собирать урожай, делать какие-то запасы. И фараон увидел в Иосифе мудрость. И знаете, он сказал ему, ты будешь этим человеком, ты будешь управлять всей империей, ты будешь премьер-министром, ты будешь выше всех, кроме меня. И он снимает, просто, просто вдумайтесь, фараон снимает со своей руки кольцо, перстень, и одевает на руки Иосифа. Еще вчера он был в тюрьме, еще вчера он был рабом у царедворца, еще вчера его хотели убить, а сегодня он стоит пред лицом фараона, и тот снимает со своей руки перстень, и одевает ему на руку, и дает ему одежды из весона. Знаете, о чем это говорит? Это говорит, ты становишься членом высшей аристократии. Но на этом еще не закончилась история. Фараон садит его в свою колесницу, везет его по городу и говорит всему народу кланяйтесь перед Иосифом. И люди кланялись перед Иосифом. И знаете, Иосиф вспоминает все то, что с ним произошло. Он вспоминает те сны, сомнения отца, матери, сомнения братьев. Он вспоминает. И в 45 главе мы читали с 4 стиха. Он вдруг понимает, почему все это с ним происходило. Вы знаете, друзья мои, возможно, то, что с вами происходит сейчас, то, через что вы проходите, это всего лишь подготовка к выполнению миссии или задачи или какое-то событие, которому Бог призвал нас. Послушайте, Бог призвал нас к какому-то событию. И Он готовит нас. Мы не просто живем. Бог призвал Иосифа, чтобы Иосиф мог спасти весь мир от голода, чтобы Иосиф мог спасти Израиль от великой пропасти смерти. И Он вел Его через череду событий, через эту цепочку событий, чтобы привести Его во дворец, чтобы Он исполнил то, к чему Бог призвал Его. Бог готовит тебя к какому-то событию. Все, что с тобой происходит, все, через что ты проходишь, возможно, что Бог готовит тебя к какому-то событию. Вы знаете, вот я смотрю на свою жизнь уже 20 лет, больше даже 20 лет, как я иду за Христом. Я стараюсь. Не всегда это получалось правильно, так как хотелось мне или Богу. Но тем не менее, я вижу, что есть вещи, которые я прохожу, и они остаются позади меня. А я думал, что я буду в этом до конца своей жизни. А оказалось нет. Это всего лишь какое-то время, в котором я находился, что-то получил, чему-то научился. Послушайте, как домашнему мальчику управлять всей страной? Как? Всей империей? Как управлять этому мальчику? Как? Очень просто. Сначала тебе нужно попасть в дом фараона. Простите, в дом царедворца? Чтобы управлять, тебе нужно научиться управлять маленьким домом. А потом он попал в тюрьму, и там говорят, что он был управляющим во всей тюрьме. И нужно было еще знать простой народ, не только как живет аристократия, но и как простой народ. И Бог помещал его в такие события. Он проходил через предательство, через ложь, через клевету. И он не понимал этого. Знаете, что всего у меня еще поражает? Он не хотел этого призвания, он не шел к этому призванию. Бог вел его против его желаний. Очень часто можно слышать так, и говорит, Бог призвал тебя иди к своему призванию. Но я вижу здесь, что Иосиф он шел к своему призванию не имея там никакого желания. Скажите, кто хотел бы, идя к своему призванию, кто хотел бы пережить предательство своих братьев? Кто хотел, чтобы к нему относились как к рабу, как к животному? Кто хотел, чтобы он пережил клевету и потом долгие мучительные годы страдания в тюрьме? Потерять последнюю надежду кто? Если бы кому-то сказали, о, Бог ведет тебя к этому призванию, но он поведет тебя через все это, я уверен, что многие из нас бы отказались, бы сказали, нет, лучше я буду вот возле мамы с папой в цветном халате. Но Бог избрал Иосифа и он вел его, потому что у Бога был план спасти весь мир от голода и сохранить Израиля, Божий народ. Я еще раз повторю и повторю, возможно, то, что с вами происходит, то, через что вы проходите, это подготовка к выполнению миссии или задачи или какого-то участия в каком-то событии, которому Бог призывает вас. И мне нравится это. Вы знаете, такая цепочка, зависть братьев, с этого начинается история. Чтобы попасть в египетскую аристократию, чтобы попасть и стать премьер-министром, вторым человеком в 30 лет Великой империи, все началось, зависть его братьев. И он шел через это. А тревога отца, вы знаете, там, вы посмотрите, братья после овец, как вот он попал вообще на рынок рабов. Братья после овец, и отец говорит Иосифу, сынок, знаешь, что-то волнуюсь я за братьев, сходи, пожалуйста, посмотри, как они. Иосиф говорит, хорошо, я пойду. Тревога отца, она тоже повлияла на призвание Иосифа. Он волновался за сыновей, которые находились там в Сихеме после овец, и послал туда Иосифа узнать, все ли у них в порядке. И отец не думал, что братья его там захотят убить и потом продадут в рабство. Но это тоже цепочка. Иосиф был в послушании у своего отца. И он пошел. по дороге, я говорил, он встретил незнакомца. До сих пор никто из богословов не знает, кто это, что за незнакомец, которого он встретил по дороге в Сихем, когда заблудился. Что за незнакомец? Но это тоже цепочка на пути к призванию. И этот незнакомец дружеский, с дружескими расспросами, вроде бы казалось случайная встреча, но она понравилась Иосифу. И она понадобилась, чтобы направить Иосифа в Дафан к братьям. Бог направил его к братьям, чтобы братья его продали в Египет, чтобы там в Египте он попал к Патифару, а оттуда в тюрьму, а из тюрьмы к фараону во дворец. Вы понимаете, да? Призвание Божье, то, к чему нас Бог ведет, через что проводит, это очень интересно. Путешествие арабских купцов. Вот они бросили его в яму, зарезали, делают шашлык из барана, и вдруг мимо проезжают какие-то арабские купцы. О, как бы мимо случайно, а так вот же купцы. И проезд этих путешествий арабских купцов тоже не случайный. Это тоже цепочка или как звено одной цепи, которую Бог ввел о вмешательстве Рувима и Иуды. Ведь вначале они хотели убить его, Иосифа убить, но вдруг Рувима и Иуда говорит, нет, мы не будем его убивать, давайте продадим. Это тоже определенное звено. Нужда Патифара хорошим управляющим. Патифар пошел на рынок, потому что у него была нужда. Он видел, что в его доме беспорядок. Ему нужен был человек, который бы управлял в его доме. И он пошел на рынок рабов, и он ходил там их высматривал, смотрел им в зубы на их внешность, и он наткнулся там на Иосифа, стоявшего в этих кандалах, и купил его. Это тоже не случайность, потому что с того момента Иосиф учился, как управлять в доме Патифара, который был управляющим в доме фараона. Вы слышите? Вы видите эту цепочку? Он не только познавал, как управлять в доме Патифара, из разговоров с Патифаром, он еще узнавал, как управлять в доме фараона. несправедливость решения Патифара. Вы знаете, какие-то положительные вещи нас всегда радуют, вдохновляют, но когда с нами происходит что-то нам неприятное, мы стараемся бежать от этого, винить кого-то в этом. Мы не хотим дальше совершать тот путь, которому Бог призвал нас. несправедливость. Решение Патифара было несправедливым. Наказание, которое перенес Иосиф, было незаслуженным. Оно не было легким. Послушайте, не было. У Иосифа было много причин, чтобы разочароваться, отвернуться. Но еще одна цепочка или звено. Как оказался Виночерпи и Хлебодар в тюрьме вместе с Иосифом? Как? В один из дней фараон просто стал недовольный своим Виночерпи и Хлебодаром. Говорит, слушай, вы мне надоели, идите в тюрьму. Может быть, у него было плохое настроение или что-то так. Он сразу их двоих идите в тюрьму. И так они оказались в тюрьме вместе с Иосифом. Когда ты сидишь в камере с такими людьми, вот кто, братья, сестры, кто сидел в заключении, когда ты сидишь в одной камере с людьми, о чем вы разговариваете? Если это длится долго, то в конечном итоге ты понимаешь, что ты уже все знаешь о человеке. Ты знаешь, чем он жил, чем он живет, чем он дышит, кто он. Ты знаешь его наизусть. Все рассказы его жизни. И они рассказывали ему, как они там при фараоне. И это тоже опыт, который он приобретал. Но это цепочка недовольства фараона своими царедворцами. Это привело к важной встрече Иосифа с главным виночерпием, потому что виночерпий потом сказал фараону про Иосифа. Вы видите, как это все, как пазл, все складывается? Бог вел Иосифа. Послушайте, Бог ведет тебя к чему-то. Все, что происходит с тобой. Бог ведет тебя к чему-то. И это не случайно. И то, что ты переживаешь предательство и незаслуженное наказание и возможно унижение, Бог ведет тебя к чему-то. Аллилуйя! И может быть ты не понимаешь, но Он ведет тебя. Знаете, в какой-то момент виночерпием вдруг забывает. Это последнее звено. Знаете, Он обещает, конечно, Иосиф, я сразу, как только к фараону приду, я ему сразу все скажу. Ты такой хороший человек. и забыл два года. И это последнее звено, когда про тебя забывают. Два года. Боже, это была моя последняя надежда. Кто теперь обо мне скажет? Как я выйду отсюда? Как? Кто скажет? Два года. Рухнула последняя надежда. Но и это было последнее звено. Тяжелое испытание. Но это был Божий промысел. Потому что Бог готовил эти два года обстоятельства. И потом сон. И потом все идет по нарастающей. Сон. Фараон мучается. Никто не может дать ему истолкование его снов. вдруг виночерпив вспоминает. Знаете, да, так? Ой! Как будто кто-то по голове ему дал. Ну, слушай, ты же помнил там. Может, он от радости, что его оставили в живых, все позабывал. Я не знаю. Но вдруг он вспомнил, говорит, фараон, я знаю, там в тюрьме сидит, он точно знает. И вот ты уже стоишь пред лицом фараона, а тебя уже не пахнет тюрьмой. А тебя не пахнет этой плесенью. А тебе нет рваной одежды. Ты стоишь побритый, помытый, намазанный ароматными духами в хорошей одежде. Дорогой! И ты стоишь перед фараоном, и фараон говорит, слушай, парень, ты мне нравишься. ты будешь управлять всей империей. Как такое может быть? Кто такое может сделать? Какие выборы депутатов губернатора такое могут сделать? Ты премьер-министр, ты пастух еврейский юноша. и у тебя на кольце, на руке печать самого фараона. Одежды такой у кого-нибудь нет. И ты едешь по улицам Египта, и люди кланяются пред тобою, кланяются, кланяются, как будто ты Бог. И дальше история, она развивается, конечно, помимо всего этого, он же что-то кушал, обженился. Библия говорит, двое детей у него родилось, пока он занимался вот этим сбором урожая. Он реформу, он начал вводить реформу. Он увеличил на время хороших лет урожая, он увеличил налоги, он сделал налоги в два раза больше. И тем самым запасов стало очень много. И во время голода вся страна спаслась, она стала еще и богатой. Помимо вот этих звен цепи, этих событий, есть обыкновенная жизнь. Точно так же, как и у нас. Где-то он отдыхал, где-то с детьми игрался, где-то в парк ходил, но я вот так утрирую, отдыхать, может быть, куда-то. То есть, была еще обыкновенная жизнь, но Бог вел его к определенному событию. И вдруг он увидит, приходят его братья, те, которые его предали. Они не узнали его, потому что, ну, ты не узнаешь, стоит такой человек, это уже не этот разноцветный халатик, знаете, который папа ему сшил, выделяя как-то. Стоит такой, такую одежду никто не носит в мире, только он. И они все пришли и поклонились ему, и он увидел, он узнал их, он узнал, это его братья, это те, которые предали. И в тот самый момент, когда он это видит, он уходит, он начинает плакать, он плачет, почему? Даже не потому, что он увидел своих братьев и отца, он понимает, он увидел тот Божий промысел, которым Бог вел его, он увидел свое призвание, он увидел, для чего Бог его через все это проводил. Он увидел, и он сказал им, я брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, понимаете? Он говорит, это так здорово, что это все было со мной. Его глаза вдруг открываются, он говорит, не печальтесь, это так здорово, потому что в этом есть Божья рука. Не печальтесь, что вы продали меня сюда, потому что не вы меня сюда послали, но Бог, Он получает откровение, Он понимает, что во всем, что с Ним происходило, это был Божий промысел. Я всегда рассказываю, я никогда не понимал инвалидов, второй группы тем более, но когда я стал инвалидом второй группы, я очень хорошо вас понимаю, мои братья, сестры, инвалиды. Я помню, приходил собрание, вот здесь у нас сестры пожилые сидели, сестры, как у вас здоровье, как дела? И они все время говорили, вот ты знаешь, суставы болят на погоду, наверное. Я говорю, да бросьте, сестры, на какую погоду? Оказывается, суставы болят на погоду. Неужели, чтобы это понять, нужно, чтобы тебе заменили два тазобедренных сустава? Чтобы вот это понять? Но иногда да. Знаете, мы бывает, мы теряем кого-то, теряем наших близких, иногда это бывает чья-то смерть. Но я верю, что если это происходит в нашей жизни, и в этом тоже есть определенный Божий промысел, потому что никто не может утешить мать, которая потеряла ребенка, как только мать, которая потеряла ребенка. И не спорьте со мной, никто не может утешить. Божий промысел. Иногда против нашего желания Бог помещает нас в какие-то обстоятельства и ситуации, и мы не понимаем, мы не знаем. Но Он ведет нас к Своей цели. Он ведет нас к тому событию, ради которого Он избрал нас. Дорогой мой друг, брат, сестра, иди к своему событию. Иди туда, в то место, которое Бог тебя призывает. Каждое из этих звеньев, я насчитал их 10, оно сыграло существенную роль на пути Иосифа в Египет. Каждое. Даже кажется, что какое-то незначительное, но существенную роль. И послушайте, Бог достиг своей цели через людей, без их ведома и очень часто без их желания, но Он достиг своей цели. Он направил в нужное русло Иосифа через разных людей, через Рувима, который сохранил и благодаря которому его не убили, и сохранилась его жизнь. Помощь некого неизвестного лица, который направил его в сторону братьев, забывчивость вина черпи и также злоба и похоть жены Патифара. Все это Бог направил. Даже ненависть братьев Иосифа, все это было, как строители говорят, направляшка. Это было направляшка, направление Иосифа в Египет. Все события, через которые проходил Иосиф, были ему на благо. Прочитайте Римлянам 8, 28. И когда Иосиф, уже будучи вторым человеком в Египте, посмотрел назад, он мог это увидеть. Он видел это. Братья, сестры, доверяйте Богу. Бог никогда не делает ошибки. никогда доверяйте ему. Иосиф, Библия говорит, прожил всего 110 лет. Ну, у нас сестры есть, которые уже к 100 подходят. Тоже есть сестры, которые к 100 подходят. Бог может, там 110. Из них 93 года он прожил в Египте. Послушайте мысли, которые я хочу вам донести. 110 он прожил всего, и 93 года он прожил в Египте, в культуре Египта. Египет не был христианской страной. Это была страна аидола поклонников. Поклонялись даже фараону. Фараон считался Богом. Ну, и там были разные многобожья, и реке поклонялись там Нилу и присмыкающимся, и животным поклонялись. Иосиф из этих 110 лет своей жизни 93 жил в Египте. И он попал туда, когда ему было 17 лет. Послушайте, 17-летним юношей он попал. И в 30 лет он уже стал премьер-министром. 80 лет он правил этой великой страной. Но знаете, что? Дух Египта не смог захватить его. Он не стал египтянином. Перед смертью он завещал, он говорил, когда я умру, кости мои вынесите из Египта. Они не должны быть похоронены здесь, в Египте. Вынесите. Дух Египта не смог захватить его. Хотя, казалось бы, за эти годы, наверное, должен был, но он не стал египтянином. Он не стал патриотом языческой, еретической страны. он не культивировался, выдало поклонника. Он оставался всегда, на протяжении всей своей жизни, он оставался верным Богу. А теперь подумайте, дорогие родители, 17 лет он покинул отчий дом не по своей воле. И какая вера в нем была все эти годы. что вложили в него его мать, что вложили в него его отец, что вложила в него воскресная школа. Никто и ничто не смогли выбить из него веру в его Бога. А теперь еще послушайте одну вещь. я думаю вот так. Если бы Иосиф сдался, если бы Иосиф предал Бога, отвернулся бы от него, он не вошел бы в призвание. Чего требует от нас Господь, чтобы мы вошли в призвание? При любых обстоятельствах мы должны быть верны Богу. Если бы Иосиф соблазнился, ну молодой парень, представьте, ну молодой, 19-20 лет, ты молоденький парнишка, такой красивый, и тут женщина на тебя обратила внимание, такая зрелая уже в возрасте, ну она обратила, говорит, давай, мужа нет, переспим, все нормально будет, ты, казалось бы, для тебя появляются перспективы в жизни, у тебя появится то, что ты теперь в этом доме, жена Патифара будет плясать под твой дудкан, он же не захочет узнать о том, что муж узнает, что жена изменяет ему, да или просто даже, ну молодой юноша, ну просто так вот расслабится, но для него это принципиально, он говорит, нет, я не могу, потому что у тебя есть муж и муж твой, он доверил мне все в этом доме, кроме тебя, и ко всему прочему, слушай, я хожу пред Богом, я боюсь Бога, ты боишься Бога, ты раб, нет, все равно, я не понимаю, что происходит в моей жизни, но я боюсь Бога, я не буду это делать, я нахватил его, начала тянуть, и он вырвался, оставил свою одежду и убежал, вот она вера, верность Богу при любых обстоятельствах, и я думаю, если Бог ведет нас к какому-то событию, если Он ведет нас к нашему призванию, предназначению, и мы будем проявлять неверность в послушании Богу, мы так и не войдем в свое призвание, об этом очень много говорит Библия, много историй, сюжетов, когда люди могли достичь определенных вершин в Боге, совершить свое назначение, но они не сделали, не совершили, потому что оказались неверными Богу, пусть Бог поможет увидеть нам наше призвание, как пастор, я смотрю еще на нашу церковь, я верю, что и у нашей церкви есть определенное призвание, как церковь, как один организм, мы проходим через какие-то события, и тот, кто от самого начала, тот понимает, о чем я говорю, кто недавно пришел, он еще, ну не в курсе, как бы, но тот, кто от самого начала, он может сказать, мы проходили через какие-то события всей церковью, кто-то в результате этих событий куда-то уехал, оставил, но кто-то остался быть здесь, продолжать служить, делать, не разочаровался, шел вместе, поддерживал слабых, и я верю, что Бог уведет и нашу церковь к какому-то событию, я верю, не знаю, увидим ли мы ее или нет, это событие, но верю, что ведет, и мне приятно быть частью этого события, частью этой церкви, и частью этого события, которое придет, нам просто необходимо быть в этом строптивом, разращенном мире, быть верным Богу, достойным того звания, в которое Господь нас призвал, звания христианин, пусть Бог благословит нас, Бог поставил, Бог послал меня, говорит Иосиф, перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением, давайте мы встанем на наши ноги пред лицо Господа, bel上де, Продолжение следует...